дорогие мои зрители мы с вами отправляемся в путешествие по острову сицилии дальше сейчас мы с вами едем город монреаль это южный пригород столицы палермо буквально километров 5 10 от палермо немножко в гору на юг где находится знаменитый на весь мир собор в честь рождества пресвятой богородицы по-итальянски это как звучит как дома димон реале архиепископский кафедральный собор важнейший памятник арабо-нормандской архитектуры заложенный сицилийским королем вильгельмом вторым добрым 1174 году то есть это если математика мне не подводит 850 лет назад во всем мире этот храм известен в первую очередь своими 130 мозаиками общей площадью около 10 тысяч квадратных метров только представьте это один из самых больших в мире мозаичных циклов 12 век только придумать 12 век собор устроился на протяжении долгих лет перестраивался и были там трагедии сначала удар молнии уничтожил южную башню а через несколько лет 11 ноября 1811 года понебрежности вспыхнул разрушительный пожар огнем были полностью уничтожены оригинальный фатимийский потолок работы арабских мастеров сейчас мы с вами увидим потом в течение нескольких десятилетий он восстанавливался по чертежам по рисункам к сожалению то что мы сейчас видим это уже потолок не 12 а 19 века вход в собор и внутренний дворик и также пойдем на крышу общей сумме стоит 10 евро вот начинаем осмотр храма с мозаики христоса вседержателя христос пантократор как говорят по латыни огромный христос и он сделан настолько потрясающий что куда бы вы где бы вы ни находились взгляд христа направлен на вас смотрится вами а вот он знаменитый потолок арабский потолок а это мозаики 130 больших мозаичных панно с картинами из библии основном картина на религиозную тему считается что мозаику делали в основном мастера знаменитого мастера 12 века из византии а помогали им местные итальянские рабочие потому что ну так ученые посчитали что есть мозаика выполнена явно византийцами а есть мозаики где есть определенные огрешности в одежде представленных персонажей и надписи по-гречески сделаны с ошибками предполагая что это дело делали уже местные мастера итальянские ну я не являюсь конечно же ученым поэтому я говорю то что вот вычитал в литературе мозаики выполнены в очень короткие даже можно сказать рекордно короткие сроки представьте 10 тысяч квадратных метров мозаики и выполнены в течение шести лет всего шести лет я сделал бегущую строку на всякий случай повторю те строки которые написаны в открытой евангелии который держит христос там написано я свет миру кто последует за мной тот не будет ходить во тьме но будет иметь иметь свет жизни мы увидели много цветов в храме нарядные гости оказалось что в этом храме сейчас будет свадьба итальянская свадьба посмотрите как трогательно до слез отец невеста должен вести к алтарю свою дочку но отец оказался в инвалидном кресле и будущий взять будущий муж везет кресло своего тестя который держит за руку свою дочку картина просто до слез очень трогательная и красивая свадьба мы продолжаем свое путешествие по знаменитому кафедральному собору городу города монреаль по этому же билету в 10 евро мы можем отправиться на крышу отсюда посмотреть окрестности монреаля и города полерма и от внизу вот этот внутренний дворик луатор его называют внутренний дворик монастыря но монастыря здесь давно уже нет но дворик остался дворик очень красивый замечательный сейчас туда спустимся пока поднялись на верх на самый верх собора и оттуда видно вот он город полерма внизу все видно видно вон корабли виден кафедральный собор полерма если присмотреться вокруг начали сгущаться черные тучи это конечно нас немножко напрягало дело было уже к вечеру а нам нужно было еще километров 70 80 точно не помню по незнакомой дороге добираться до нашего первого отеля на сицилии в общем дождиком уже запахло поэтому и начали поторопиться надо было побыстрее вот видите даже здесь аллу знают в италии сицилии только мы спускаемся куда не идешь виде алла алла написано все ее помнят вот это красивый красивая площадь такая возле кафедрального собора заглянули мы снова в храм собора здесь свадьба продолжается судя по всему молодые дают клятву друг другу любить до самой своей смерти я не знаю как там правильно у католиков ну примерно так во всем мире клянуться выходим через такие вот древние ворота которым несколько столетий и отправляемся в бывший бенедиктинский монастырь во внутренний двор очень красивый арабский стиль или арабский марокканский как еще называют если вы были на юге испании вы очень часто такие дворики видели там и в монастырях в храмах и просто даже в жилых домах кстати а именно об этом дворике очень красиво написал гедема пасан когда когда он здесь был путешествовал по сицилии если успею попробую вам зачитать послушайте пусть те кто любит монастырские дворы пройдутся по двору этого монастыря и они забудут почти все другие какие как когда-либо видели чудесный монастырский двор монреальный наполняет душу таким чувством красоты что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда он обширен образует правильный квадрат полон тонкого пленительного изящества тот ты его не видел не способен и представить себе как может быть гармонична колоннада изысканная соразмерность невероятная стройность этих легких колонн идущих попарно одна возле другой причем все не разные то выложены мозаикой то совсем гладкий то украшен несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узором вырезанным в камни и обвивающие вокруг них как растения сначала поражают взгляд потом чарует восхищает и порождает ту эстетическую радость которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса подобно прелестным читам колонн капители тоже тончайшая работа это же отличный друг от друга что редко бывает восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей где мапасан в своем романе бродячая жизнь а мы бежим бежим бегом к своей машине которая стоит на стоянке где-то в километре грохотала полила мы еле успели скачать мы только сели машину хлопнули в берег как рвануло полило дождь был сильнейший во многих местах мы не снимали алла кошка просто боялась снимать потому что очень страшно было ехать мы как катер рассекали волны брызги были прямо с ног до головы ну если бы мы были наружу не уходите далеко наше путешествие продолжается а